Теперь посмотрим, что больше всего заинтересовало космонавта-инженера. Луна-обстановка. После полета в состоянии невесомости, наконец, появился вес. Но какой? Посмотрите, как медленно падают предметы. Вес — одна шестая земного. Предметы кажутся пустыми, а инерцию сохраняет обычную земную. Молоток забивает гвозди нормально, а весит. Вот, мы смяли газету. А потом попробовали положить на нее молоток. Он даже не в состоянии ее примять. Лежит сверху, как коровок спичек. Меня лично очень огорчил лунный грунт. Прочность его оказалась ниже ожидаемой. Человека он не держит. Вездеходы придется делать сочи большой опорной поверхностью. Хуже всего, что не знаешь, какой глубины этот хрупкий слой. Около корабля глубина оказалась небольшая. А вот здесь, у скалы, вообще дна не достать. Наверное, хрупким слоем закрыта глубокая трещина. Короче говоря, ходить опасно. Пробовали одевать лыжи. Держит, но неудобно. Очень тяжелые температурные условия. Вот две обыкновенные резиновые перчатки. Одну я кладу на солнце, а другую в тени. Проходит час. И вот что стало. Это расплавилось от стоградусной жары, А это ломается от стоградусного мороза. Очень неприятная вещь. Вакуум. Обычные земные механизмы здесь не работают. Металлы склеиваются, трущиеся детали заедают. Все потому, что смазка сразу испаряется. И даже в воздушной прослойке нет. В наших приборах подшипники особые. Впрочем, и они заедают, если сутки бездействия. Но вакуум и очень забавная вещь. Вот полюбуйтесь. Разворачиваю газету. Бросаю. Она летит, не встречая ни малейшего сопротивления. Конечно, на Луне все очень непривычно, трудно. Но все же человек, хоть он тут легкий, точно пустотелый, и на Луне будет царем природы. Вот так. Вот так.